Взрыв бытового газа снес 4 и 5 этаж жилого дома в Чите. Пострадали 11 человек, в том числе четверо детей. По словам очевидцев, буквально за несколько минут до ЧП в квартирах проводили проверки специалисты газовой службы. Следственное управление возбудило уголовное дело о халатности и об оказании услуг ненадлежащего качества. Жители пострадавших подъездов расселили, тем, кто получил травмы, выплатят финансовую помощь. Ущерб от взрыва, по предварительным данным, превысит 12 миллионов рублей. Причину взрыва еще предстоит вычислить специалистам. О других новостях прошедшей семидневки прямо сейчас расскажу вам я, Кристина Добровольская. Ну и неделька уже в эфире. Поехали! Первая газовая котельная Благовещенска готова на 17%. Работать в тестовом режиме она начнет к декабрю 2023-го. Новый объект возводят в микрорайоне Северный в рамках госпрограммы Амурской области и муниципальной развития и модернизации ЖКХ. В чем преимущество масштабного городского проекта и сколько он стоит, выяснила наша съемочная группа. Пустырь зашевелился. Летом 2022-го участок в районе Тайвань занял подрядчик. Специалисты очистили территорию от дикорастущих кустарников, перенесли линии электропередач, возвели строительный городок. Сейчас перешли к основному фундаменту первой в Благовещенске газовой котельной. Здесь будет располагаться основное здание котельной газовой, общей площадью 1600 квадратных метров. Соответственно, будет поделено на две секции. Будет административно-бытовой корпус и сама производственная часть. Административно-бытовой корпус будет трехэтажный. Всего на объекте возведут около 15 зданий с вентиляцией, канализационной и водопроводной насосными станциями, резервуаром, химической очистки, складом аварийного топлива. Под землю спрячут теплотрассу длиной 147 метров. Сверху ее каркасом станут вот такие инженерные лотки. Их собирают из арматуры и закрепляют проволокой. Чтобы связать прочные сети, каждый из девяти сотрудников звена ежедневно вяжет несколько сотен таких металлических узелков. Трудятся специалисты не только над точечными задачами. Параллельно идут масштабные работы. Подготовка траншей, где позже смонтируют монолитные лотки под тепло и электросети, тепловую камеру, газопровод. Основным видом топлива данной котельной является природный газ. Который будет поставляться до котельной по трубопроводу от поселкового газопровода. Аварийным запасом топлива или аварийным топливом будет дизельное топливо легкое. Рассчитанное на определенное количество дней. Которое будет находиться в специализированных емкостях. Главное преимущество газовой котельной – экономичность, удобство и экологичность. Никакого шлака, выбросов топлива и его отходов в почву и атмосферу. В планах переключить на эту станцию микрорайон Северный и ближайшие подстанции. По проекту здесь установят 6 котлов общей мощностью около 95 мегаватт. Всего на масштабную обновку выделили почти миллиард рублей из городского и регионального бюджетов. Три миллиметра осадков подарил Благовещенску снежный циклон 9 марта. Первая его встретила ночная бригада ГСТК. Утром подключилась дневная. 24 специалиста с лопатами и метлами, 15 спецмашин. Главная их задача – не дать снегу замерзнуть. С каким настроем коммунальщики и благовещенцы относятся к капризам погоды и уборке последствий – узнаете с сюжета. С утра за ударные взялись 24 специалиста ГСТК. Это только те, кто трудится над очисткой городских тротуаров. Павел Кармелин снегу рад. Несмотря на то, что рабочий день после обильных осадков затянется, ему с напарником до конца смены нужно освободить все подходы к светофорам Назейской. Да по-разному люди реагируют. Кто-то хвалит, спасибо говорит. Кто-то ругается, плюется, матерится. Оно когда чисто, это как бы никто, может быть, не замечает, не благодарит, что это там труд какой-то там вложен. Ну, работы проводились. А когда грязно, когда работаем, ну, как будто мешаем мы. Немало все же и тех благовещенцев, которые нелегкий труд специалистов ГСТК ценят и часто видят их на городских магистралях. Ну, вообще-то к ним я отношусь положительно. Убирают дороги, видно. Ну, конечно, делают работу, это физическое, трудное. Не успевают. Объем большой, поэтому не успевают, наверное. Господь Бог послал сегодня снег. Ну, день-два пройдет, у нас область-то замечательная, солнечная. 270 солнечных дней в году. Сейчас все растает, выветрит, красота будет. Просто красота. А тем, кому страшно ездить в такую погоду, ну, я говорю, пускай машину поставят дома и на общественном транспорте. А я думаю, что наш Олег, мэр города, он, я думаю, что все меры необходимые принимает. И службы тоже. Коммунальные авто в такую погоду на парковку поставить нельзя. Наоборот, в наряд вышли в усиленном составе. 8 пункт, 6 тракторов и погрузчик. Большую часть снега им предстоит убрать в дневную смену. Снег у нас в данное время в связи с температурами, он становится влажный. Где-то подтаивает от теплотрасс, от погоды. Поэтому в ночи температуры минусовые. Все это будет, соответственно, застывать. Поэтому необходимость просыпки противоугольным материалом обязательно. Зимой снег у нас единственное закатывается машинами, но он у нас льдом не становится. В усиленном режиме коммунальщики проработают сутки. После циклона отступят, говорят синоптики. Но ненадолго. Следующие с сильными осадками ждут воскресенье. Пока рабочие расчищают дороги, другие благовещенцы внимательно смотрят под ноги. В поисках информации о предках. Представители сообщества «Амургенеалогия» поделились лайфхаками поисков прародителей и рассказали начинающим сыщикам, почему в архив не стоит идти с пустыми руками. Как одна из горожанок узнала о татарских корнях и насколько раскинулись ветви ее генеалогического древа, узнаете из сюжета. Он стоит на месте старой церкви. От церкви сохранился камень. То есть камень, который был в том, куда в основном создании, это был камень. Мы его сфотографировали, отправили тем потомкам, которые ищут предков из данного населения. О родственных связях рассказывают даже камни. Искать предков, пользуясь разными ресурсами, учат в сообществе генеалогии. Ольга Овчаренко заинтересовалась своим родом 6 лет назад, когда решила в подарок сыну сделать памятную книгу с генеалогическим древом. Благовещенко шутит, тогда это был лишь кустик, сейчас же его ветви раскинулись на 11 поколений назад. Всего с 2017-го увлеченная женщина нашла больше тысячи родственников. Самый ранее известный рожденный предок мой – это 1653 год. Родился он на территории, ну, как правильно сказать, России, пришедшей татарин. То есть, есть такой документ, где он пишет прошение императрицы нашей российской о том, чтобы поселиться на территории России и платить дань. Ясак. Ясачные татары были. Вот у меня, как выяснилось. Чтобы добраться до исторических глубин своей родословной, Ольге Овчаренко пришлось потрудиться. Поиск начала с личных семейных архивов, наладила связи с дальними родственниками, у каждого из которых понемногу черпала полезную информацию о предках. Только после этого обратилась в архивы. Последовать ее примеру советуют и основатели Амур-генеалогии. Идти в городские и областные хранилища с пустыми руками бесполезно. Чтобы пойти в архив, надо до этого собрать много информации, с которой вы пойдете в архив и уже тогда сможете найти еще больше информации. Дело в том, что обязательно надо найти период времени, который вы хотите найти, обязательно найти место про события, которые вы хотите узнать. То есть, зная место, можно поэтапно как-то документы находить. А не зная место, допустим, ту же Амурскую область, это просто, ну, не мы с ним все документы по Амурской области посмотреть. Поэтому очень важно, прежде чем пойти в архив, надо хорошо подготовиться. Покопавшись в семейных альбомах, можно перейти в электронные. Память народа, дорога памяти и другие хранилища помогут найти предков, участвовавших в Первой мировой и Великой Отечественной войнах. Узнав место и годы службы фронтовика, получить более подробную информацию через официальный запрос в военкомат. Сведения о семейном положении родителях и детях в архивах ЗАГСа. По словам организаторов сообщества, это лишь малая часть ниточек, которые могут привести к прародителям. Чтобы узнать больше действенных инструментов, приглашают вступить в свою группу всех желающих. Облаву на цветочные магазины устроили благовещенские полицейские накануне 8 марта. Нарушителей там не искали, выбирали самые лучшие тюльпаны. После отправились на главные городские магистрали, чтобы порадовать десятки прохожих и автоледи. При этом стражи правопорядка не только вручали девушкам и женщинам цветы, желали им счастья, здоровья и благополучия. Посмотрим. Субтитры подогнал «Симон» Хотелось бы пожелать нашим милым дамам, мамам, бабушкам, девушкам семейного благополучия, женского счастья, чтобы у них всегда было все спокойно, чтобы мужья любили, парни радовали, сыновья обязательно. Чтобы все было замечательно и никогда не требовалось помощи сотрудников полиции. Дорогие наши любимые женщины! Поздравляем вас с этим замечательным праздником! Желаем улыбок, счастья, мирного неба и теплых-теплых дней! Милые женщины города Благовещенска! Желаю вам в этот прекрасный день семейного благополучия, счастья, здоровья, мирного неба над головой! И будьте всегда вежливы на дорогах! Вечер Санкт-Петербурге Еще больше цветов в Благовещенске будет летом, А точнее, во время фестиваля «Город в цвете», участники которого уже начали подготовку. Вырастить лучшую клумбу мечтают его прошлогодние победители – студенты и преподаватели Амурского аграрного колледжа. Борются за первенство не ради признания. Развивают практическую базу учебного заведения. Выиграв в 2022 году 10 тысяч рублей, усовершенствовали свою зеленую сити-ферму. Как она поможет будущим агрономам при трудоустройстве, расскажем в сюжете. «Технологии городского земледелия очень сильно развиваются. И здесь нам тоже большое подспорье. Во-первых, отработка технологии. Во-вторых, наблюдение за растениями. То есть опытническая работа, студентами научно-практическая работа, которая выполняется в течение всего учебного года». Зимой и летом саженцы живут. Достаточно лишь обмануть их лампами, которые создают эффект долгого светового дня. Работают по 16 часов ночью, когда их отключают. Растения отдыхают и набираются сил. Температура в мини-ферме тепличная – около 18-22 градусов. В ней комфортно уживаются базилик, щавель, петрушка и даже экспериментальные виды зеленых культур. «В целом у нас экспериментальная рукола. Она пока тяжело идет, но идет. И листовая горчица, что не характерно для нас, для Благовещенска. И тепличный пока тоже ее очень редко когда дают в продажу. А в целом те же самые культуры, что выращивает тепличный. Мы настроены на технологию тепличного для того, чтобы подготовка кадров осуществлялась непосредственно под работодателя». Оборудовать мини-сити-ферму на 2000 саженцев в аграрном колледже удалось благодаря гранту. По нацпроекту молодые профессионалы в 2020 году выиграли 57 миллионов рублей на открытие пяти мастерских. В 2022-м после победы в первом Благовещенском фестивале «Город в цвете» в номинации «Цветники любителей» решили усовершенствовать технологии своего маленького зеленого завода. «Наши студенты, получив небольшой выигрыш от участия в этом фестивале, приняли решение о смене субстрата. До этого мы торфяной субстрат использовали. На сегодняшний день мы перешли на кубики из минеральной ваты, многоразовые, удобные в использовании и позволяющие круглогодично выращивать зеленые культуры». На фестиваль цветов 2023 у студентов и их преподавателей новые грандиозные планы. Разрабатывают цветник, идею которого пока держат в секрете, чтобы выиграть приз, и пустить деньги на открытие овощной фермы, где начнут выращивать экологически чистые огурцы и помидоры разных сортов. В конкуренты колледжа уже записались 11 команд, подали в городское управление культуры заявки на участие. Их принимают до 20 марта. «Хочу заметить, что в этом году мы организовали обучающие семинары, которые может записаться любой желающий и получить профессиональные компетентные консультации, знания в сфере цветоводства. Поэтому очень много нюансов и секретов, с которыми сейчас как раз можно познакомиться. И в принципе ресурс, скажем так, еще не исчерпан. Мы ждем новых заявок». Напомним, самый красочный фестиваль Благовещенска проходит по инициативе мэра Олега Имамеева. Участники второго города в цвете поборются за призы в четырех номинациях. «Социальная сфера», «Организация города», «Дворовые и общественные территории». Композиции последней расцветут перед МФЦ. Зона вновь станет центральной точкой события. В мастерстве быть наставниками соревновались будущие педагоги Благовещенска. Традиционный конкурс в БГПУ прошел в 23-й раз. Меняются ли правила со временем и кто стал лучшим? Смотрите далее. Отдавать свое сердце детям – вот призвание педагога. Так считают участники конкурса педмастерства. Абсолютными чемпионами этого года стали представители из ТФИЛа. Забрали все первые места. Готовились тщательно и заранее. Главное – вместе. Помогали команде замдекана и наставник, выпускница их же факультета. Больше всего я запомнилась то чувство, когда ты написал визитку, ты ее отрепетировал и ты понял, что она стоящая. А на самом деле подготовка была сложной. Были, конечно, трудности. Я часто откладывала урок на потом, но, тем не менее, взяла за него номинацию и получила лучший урок. Как говорил Гиппократ, леча больного, не навреди ему. И это самая истинная цель наставничества. Самое, наверное, интересное было подготовиться к командной визитке. Нужно было сделать миллион реквизитов, костюмов, учиться в словах. И подкасты, конечно, тоже. Я считаю, что это вообще самое крутое событие, которое у нас есть в университете, потому что в педагогическом университете должны быть профессиональные конкурсы для формирования учителей будущего, которые пойдут в школу и будут соответствовать тем требованиям и тем компетенциям, которые нужно формировать. Всего в конкурсе педмастерства участвовали 8 команд из педколледжа и все факультеты БГПУ. За три дня будущие учителя показали себя со всех сторон. Пережили публичные выступления, дебаты, кейс-турниры, уроки в школах. В этом конкурсе я участвую в первый раз. Для меня это большие просто эмоции, какой-то невероятный вообще опыт. И я даже сейчас не ожидала. Мне когда говорили о том, что это будет какая-то педагогическая сказка, ты просто не поверишь своим эмоциям, ощущениям, потому что эти три дня, они какие-то волшебные, но это правда. Третье место, я считаю, это очень достойно для нового факультета, для незнакомых совершенно людей. Мы познакомились, мы сплотились, мы командообразовались, мы стали действительно командой. Педмастерство – не только соревнования. Возможность показать профессиональные умения, найти свой уникальный стиль, обнаружить необычное в традиционном и стать педагогом-наставником. В этом году нам повезло и фактически не пришлось выбирать и придумывать тематику конкурса, потому что год педагога и наставника Российской Федерации. То есть отлетие Константина Медрича Ушинского. Карты так легли, конечно же, это тематика. Конкурс меняется. Он меняется вместе со студентами, меняется вместе с тем, что происходит в системе образования. Все хотят победить. И каждый Новый год – это новая возможность у любой команды стать победителем этого конкурса. В этом году конкурс прошел в 23-й раз. Несмотря на возраст, говорят в БГПУ, он не теряет своей актуальности. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Центр эстетического воспитания является современным учреждением дополнительного образования, который под своими сводами на сегодняшний день собрал более двух тысяч воспитанников. А для десятков тысяч выпускников является частью жизни, частью счастья, частью детства. Для нас же, благовещенцев, он является жемчужной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Был за это время много преобразований, но неизменным оставалось одно. Это стремление коллективо раскрыть талант каждого ребенка, каждого воспитанника. Благодаря вам, вашему стремлению, сегодня коллективы церковь прославляют наш регион, ваш дом далеко за пределами нашей области, побеждая, становляясь призерами конкурсов самого различного высокого уровня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА История печальная и поучительная одновременно произошла с жителем Тынды. Сценарий классика. 36-летнему мужчине позвонили якобы сотрудники банка, сообщили о подозрительных действиях в отношении его счета. Предложили обезопасить средства, взяв кредиты и перечислив деньги по указанным реквизитам. Что пострадавший сделал? Не остановила даже реальная блокировка карты. Настоящие сотрудники банков отказывались давать доступ, объясняя, что мужчину обманывают. В итоге Тындениц уехал в Неренгре, где ему разблокировали счет для перевода денег мошенникам. Кроме того, он сам связался со злоумышленниками снова. Те убедили его продать авто и перечислить им выручку. В общем, мужчина потерял больше 2 миллионов рублей. Доверяй, но проверяй. На этом, ну и неделька, точно все. Пока.